Имитатор наркотического вещества положим школьнице. Ловкость рук, никакого мошенничества и примерная девятиклассница превращается в опасного дилера. Вся жизнь перед глазами. А ведь она пришла поздравить сотрудников транспортной полиции с профессиональным праздником. Но это уже мало кого волнует. Служебная собака, обученная по поиску наркотических средств, из числа людей должна выбрать и обозначить данного человека. Не проходит и секунды, как пес находит подозрительный мешочек. Но на этом не останавливается. Оказывается, школьники привезли с собой тротил. К тому же взяли сумку с полным набором запрещенного к употреблению. К счастью, от транспортной полиции ничего не скроешь. Тем, кому не понравилось перемерять на себя амплуа преступника, полицейские дали возможность рассмотреть свою профессию ближе. Прямо через увеличительное стекло оптического прицела. Здесь находится хранитель, перезаряд. Все, готовность, можно стрелять с ним. Школьники с оружием, собаки с тротилов. Все смешалось. Но это только на взгляд журналиста. Для того, кто всю экскурсию скромно улыбался в усы, это обычные образовательные будни. Оказывается, я несколько часов даже не подозревал, что нахожусь рядом с настоящей легендой – сибирской транспортной полиции. Когда стоишь под дулом пистолета или нагана, или ножа, да, конечно, страшно, вопросов тут нет. Ну, выкручиваешься из всякой ситуации, всякая. Или, как говорят, кто первый из нас стрельнет. Либо вот, либо я, да. Ну, тут уж как судьба сыграет. За 62 года службы Виктор Иванович раскрыл преступление века, изъял вагон оружия. Побывал в нескольких горячих точках, в том числе на Северном Кавказе. И лично вот этими самыми руками за несколько часов вытащил две сотни человек с того света. Третью часть затопило города, буквально затопило. Нас подняли по тревоге. Я со своим подразделением участвовал в спасении людей. Значит, вот в данной ситуации лично вытащил 220 человек на плечах. Из них двух иностранно подданных. По словам Владимира Путина, в 2014 году было предотвращено 60 преступлений террористического характера и пресечена деятельность 46 экстремистских группировок. А все благодаря вот таким супергероям в форме, о которых всегда будет рассказывать «Утро на Енисеи».